У нас сегодня Северный День Овсянки! Вот такой полезный праздник. Ты знаешь, так как сейчас пост, я люблю овсянку. Потому что больше любить ничего нельзя другому. А я вообще не люблю овсянку, что уж там. Мы всей семьей ее не любим, но едим все равно. И вот у нас, например, в семье все называют овсянку болью. Это реальная история. Мне сестра говорит, Машечка, хочешь немного боли с утра? Вот такие вот истории. Маш, прямо сейчас твое мнение об овсянке изменится на 100%, потому что в гостях у нас потрясающий шеф-повар сети кафе правильного питания Владимир Шабалин! Где овсянка? А вот же она, все расскажу, покажу девочке. А вот это овсянка. Конечно же, все просто и непросто, как всегда. Да, это она. Ну что, во-первых, как празднуете? Прекрасные фарточки. Спасибо большое. Большое именное, между прочим, хорошее утро. Чувствуется прям частичка, прям себя. Тут даже частичка, видишь? Апельсинка. Блинов осталось. Нет, это были блины. Правильные блины? Ну, как тебе сказать. Так себе блины были. Мы как-то были сами просто. Но сегодня у нас будет какой-то очень полезный завтрак. Естественно, конечно. А вообще с овсянкой бывают неполезные блюда? Ну, можно пожарить овсянку, будет невкусно. Ну, будет вкусно, но будет неполезно. Она жареная. А сегодня у нас какая овсянка? У нас сегодня будет овсянка без термообработки. Внимание. Так как день космонавтики. Так. Так. В космосе есть время варить? Нет. Я думаю, нет. Космонавт, ложась спать, заливает овсянку, естественно, талой ледниковой водой в ночь. Она набухает. Так. Он просыпается. Идет на космическую кухню, пусть будет так, да. И продолжает готовить. Время захватывающих. Помощнички, девочки, поможете? Конечно. Вот же они, вот. А вот же они. Перчатки нам не нужны. Работаем ложками без рук. Договорились. Отлично. Берем нашу овсяночку. Овсянка чем залита у нас? Водичкой? Талой ледниковой, естественно. Талой ледниковой космической водой. А где ее брать? А можно заморозить, а потом она растает и типа ледниковой? Можно, но не надо. Ну на сколько мы заливаем овсянку? На ночь. А, на ночь. Так, я все прошу. Пока он спит, он заморозит. Так, давайте, Маша, давайте. Нашу супер прозрачную мисочку, конечно же, да. Овсянка полезная. Овсянка должна быть копия. Крупные, мелкие. Нет, самая классическая овсянка-геркулес. Так, договорились. Самая полезная, необработанная, естественно. Так. У нас здесь есть йогурт термостатный. Этой же ложечкой. Нет, этой же ложечкой я другой могу? Да, конечно. Все, выкладывай. Да, овсянка, йогурт густой термостатный. Можно заменить сметаной? Ну, можно, но как бы-то йогурт-то более так... Легенький. Легенький. И звучит хорошо йогурт. Овсянка с йогуртом, а не со сметанкой. Вообще-то да. Да, это, естественно, еще не все. ПП-шний. Так, хорошо. У нас есть семена чия. Вот эти? Да, слышали про такие? Слышали. А что слышали? Что это? Семена чия. Все верно, правильно. Плюсик вам, да. Засыпаем немножечко семена чия. Не все, все будет много переборно с этим витаминами. Вот, нормально? Да, да, хватит, да, да. Да, да, вполне. У нас... Слова хватит, я тоже немножко. Сахар. Не особо полезно, так? Вообще не полезно. У нас сироп топинамбура. Чем больше сиропа, тем будет более сладкая. Как хотим, сладкая или так себе? Давай, выливай все, давай. Ну, половинку хотя бы. Ай, ладно. Оно не угудет. Знаете, у нас какие операторы сладкоежки. Да, да, да. Теперь, естественно, аккуратненько замешиваем. Можно дерзко прям так? Давай, если дерзко, то вместе. Стоп, стоп, девочки. Немножко кокосовые стружки. Чуть не забыли. Давай. Кокосовая стружка, между прочим, из натурального кокоса. А из какого она еще бывает? Бывает химического кокоса. Серьезно? Нет, нам не подходит. У меня есть такая штука нитратомер. Я когда покупаю продукты на рынке, хожу, бабушек всех травлю, проверяю на нитраты. А так надо не бабушек проверять, а... Мы в магазине покупаем, нам продукты покупаем. Давай, замешиваем. Прям люто, люто. Люта. А можно сделать это, например, миксером? Можно, но мы же не ищем легких хоккей. Зачем? Нет, нет. Ну вы же как миксер, посмотрите. Вообще круче. Отдыхает миксер, вон в углу он там стоит. Это смешно. Видите, свина чья немножечко набухает. Слушайте, правда, больше как будто бы становится. Да, в два раза. Конечно, впитывают влагу, увеличиваются и прочее. А, это все из-за них, да? Конечно же, чья. Также, смотрите, замешали кашку? Замешали. Коусман замешал кашку, думает, о, пойду-ка я, наверное, поем ее. Ну, так. Мы принесли за немножечко ферментированных бананов. Ну, что такое ферментированных? Я знал, что вы это спросите. Бананы сушатся в специальной сушилке-дегидраторе в течение очень долгого времени при температуре 30 градусов. Знакомая такая. Дегидратор. Похоже на, знаете, как вяленый банан в детстве были. Да, но их на солнышке сушили, а в дегидраторе они закрыты, да, и никакие мухи на них присадятся. Можно попробовать. Кидай. Это же и мне тоже можно, да? Отлично. Нам сейчас нечего будет кидать. Ну, что ж, повезло кому-то больше, чем кому-то меньше. Я съел триллиард, поверьте. Нет, банан можно положить сверху для украшения. У нас же есть две баночки. Внизу можно все убрать обратно. Космонартику удобно. Это из эко-бокса, который биоразлагаемый и прочее. О, класс. Продумано? Конечно. Давай, поемлем. Сразу две. Саша, мне же, пожалуйста, свою ложку. Я себе накладываю. Давай. По совести, да? Вот так. Одновременно накладываю. Одновременно не получится. Я вот половину примерно выложила. По-честному, да? У нас все по-честному. Естественно. Все по-равну. Поделюсь твоей последней. Даже два банана осталось. Мы два съели и два осталось. А видели мультик про три банана? Нет. Три банана, три банана. Ту-тун, ту-тун. Правда? Детский мультик старый. О, его очень старый. Мы-то молодые. О, да. Затем у нас есть, смотрите, кладем наши бананчики по-честному, по бананчику на подругу. Клади, ест. Да, есть. У нас есть апельсиновая пудра. Апельсин сушится, затем перебивается. В блендере. Можно занюхать. Не занюхивай просто полностью, а то нечего будет. Так же как бананы сушатся? Нет, нет. Сначала сушатся, а перебивается в блендере. Ага. Половиним, половиним, конечно же. Она такая с горчинкой цедрой, сразу говорю, чтобы полезно было. Цедра очень полезна, знаете, да? В ней все витаминные. Витамин С, витамин в смысле полезнее, чем сам цедр? Витамин витамин витамин. Серьезно? Кто это выбрасывает? Кто это выбрасывает? Я ем. Машка. Знаете, мне говорили, витамин С, чтобы был румянец на лице. Вау! Ну, можно накрыть, можно съесть сразу. Нет, мы не будем ничего накрывать. Друзья, вы смотрите, какая классная у нас каша получилась. Слушайте, от шефа повара. Сейчас я попробую, а ты просто понюхай ее. А еще и космонавту круто будет? Космонавту нужно в тюбик перекладывать. Ну, пожалуйста, несите тут тюбик, переложим. Ну, нет у нас тюбика. Все пропало. Да, друзья, если хотите, вот такой полезный, классный завтрак, пожалуйста, покупайте геркулес, семена, чия, сироп топинамбура, кокосовую стружку. Что у нас здесь было? Апельсиновая пудра. Апельсиновая пудра, бананы и все это замешали. Вот так тык-тык-тык-тык и классное утро получит. А самое главное, ребята, если вы не любите овсяную кашу, как я, вы просто не умеете ее готовить. Аж просто потрясающе. Надеюсь, запомнили рецепт. Не переключайтесь, если что-то пропустили, заходите на сайт нашего телеканала Кубань24.TV, дали факты спор. Я съел очень много. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Новости, а потом возвращаемся в студию. Хорошего утра и вернемся и узнаем, как абажур нашего коллегу подвел и почему с неба начал сыпаться мусор. Ой, ну хорошо, когда работают другие. Прекрасно, согласен, да. А мне несят. Овсянка, почему пост? Да.